Наступающим! Наступающим Новым Годом! Всех благ в этом году! Этот год будет удачнее, я узнавала! Да-да! У меня свои связи! Аминь, аминь, аминь! Да будет так! Так, передай, Даша! Я, Лидия! Да, и мы будем всю передачу так сидеть, ой, передачу! Это совместно прочитано, мы совпали только в одной книге. Это Близзаконин, Бог и Шельма, так сказать, художественное приложение, документальные части, «История государства Российского», да, спасибо, посвященная родственскому периоду. Ну, давай, рассказывай. Ой, ну, уж прямо так рассказывай. Не знаю, может быть, мы с тобой пристрастны, дочечка, мы уже с тобой поделились. Может быть. Было важно, так сказать, мнение об этой книге, потому что, вот, доведись до меня, вот, напишет инструкцию эксплуатации стиральной машины Акунин, и я буду его сегодня читать и буду хвалить и всякое, возможно. Ну, безусловно, прочитала, и просто вот, как и все, Акунинская. Ой, прямо выше всяких похвал. Вот надо же человеку настолько проникнуть в эту эпоху и через жизнь, через поведение… И суметь передать читать. Да, это самое главное, что надо проникнуть в эту эпоху и суметь передать, прочувствовать и передать. Вот цепляет-то как. Через жизнь, так сказать, буквально нескольких персонажей, нескольких маленьких, будем так говорить, людей, ну, небольшие. Подумаешь, там, этот темник или сотник, он был всего лишь один, да, потом стал тысячником, или наоборот, сотником, да. Или через яшку того же, вот, показать быт, нравы, язык, вот, монгольский язык, то есть поведение… Да, где-то там монгольский язык нашел. Ну, здравствуй. Так, а нет, он, ссылка постоянно, он же обучал потом княжну-то и монгольскому языку, и она стала понимать и вести себя по-монгольски, так сказать. Как-то вот, и даже вот, что меня вот еще как-то поразило, не то, что поразило, а как-то вот умилило, да, что буквально ведь сожгли голодатары, вот, все это подворье, истребили буквально из тех остальных в поло, назяли, кто им пригодится. Ты моли, ну ты не поли? Ну нет, я о том, что он княжну как бы взял, как бы… Ты опять палишь поляну, мама, сколько он может? Рабу. Вы прям, все, все, ты закончила. Значит, умиляет то, что, во-первых, Акуин правда смел написать книгу так, что ты действительно начинаешь понимать этих людей, которых я, кстати, разумеется, как к людям, которые, так сказать, как нас учили в истории, так сказать, ущемляли, подавляли народ наш, разумеется, я к нему относилась несколько предвзято. Вот уж никогда бы не подумала, что на свете существует человек, способный убедить меня в том, что это даже на благо нам пошло в итоге, в результате. Да, действительно, через грани испытания. Он сумел… он как написал книгу, значит, одна её часть посвящена именно представителю татаро-монгольского игоря, если можно такое рвиться, то есть его… с точки зрения его мнения, его жизни, а другая написана с точки зрения нашего человека, и это просто ох-рах, действительно. И, кстати, если сравнивать с первой книгой, художественной, как она называлась? «Огненный перст», то если бы… Ну, так посохшей, подокументальной. Да, там как меньше жизни, больше недоумения, а здесь прям вот эта книга мне больше понравилась, чем первая. Я вот тоже говоря… Она восхитительная. Говоря о книжке, помнишь, когда… Только сюжет не трогай. Нет, княжечка решила, так сказать, оставшись в живых… Ты тронула сюжет? Нет, поднять народ наш, где, мол, только кликнут, тут они и помчатся с монгол-татарами-то, воевать и уничтожать. А фиг вам, а никто-то и не пошел. Вот просто недоночила. Ну, извините. Ну, и на чем мы закончили? На этом и все. Что-то как-то коротко. Ну, как-то даже непривычно. Мы с тобой обычно как развернемся. Ну, ты меня все время очуруешь, что нельзя говорить это и нельзя то. Так ты палишь сюжет. Мы к нему мнению пришли, что настолько передал, настолько передал эпоху людей, взаимоотношения. Вот чувствуешь, живешь там, и все чувствуешь, как оно было на самом деле. Да, особенно потешно мне понравилось описание, как вот татар этот увидел, как человек крестится русским, что вот он пришел, испугал и говорит, и зачем-то она ударила себя в лоб по плечам и в грудь. Так было потешно читать. Конечно, им это непонятно. Все-таки Акунин, он смог очень точно, ой, что-то камера у нас. Акунин смог вот очень точно передать то, как воспринимали татары-монголы, значит, нас, славян, и как славяне воспринимали. Ну, это нам и так известно, как мы их воспринимали. Нет, ну, так сказать, будто бы раньше так считалось, что мы там сразу поднялись. А по всем об этом мы уже говорили в видео. А вот и нет. Посвящено документальной части. Довольно. Мы передали с тобой восхищение. Да, на этом все еще раз с вас наступающим. Успехов по всем здоровью, и пусть и близкие, и родные всегда будут рядом. Мы желаем вам счастья. Да, пока. До свидания. До свидания. До свидания.